Желают знать, желают знать, желают знать, что будет, желают знать, что будет. Участники фестиваля «Свободный микрофон» готовились выйти на сцену не один день. Пока одни учили стихи, другие репетировали игру на гитаре, разучивали песни. И вот звездный час настал. Например, Азалия решила прочесть отрывок из романа. Менгеле не сводит с меня глаз. Мне повезло, я знала все связки из Голубого Дуная и могла танцевать его даже во сне. Но мои руки и ноги оттяжелели, как в кошмарном сне, когда ты в опасности. После прочтения отрывка из книги «Выбор о свободе и внутренней силе человека», Азалия, пользуясь тем, что микрофон снова оказался свободен, решил облеснуть еще одним талантом и села за пианино. Но и это еще не все. Оказалось, что Азалия, ко всему прочему, еще отлично танцуют балетные номера. Конечно, в каких-то моментах это тяжело, потому что бывают ощущения, что уже нет сил, уже ничего не хочешь сделать, хочешь все бросишь. Но лично я черпаю все свои силы из своего любимого дела. Мне придает это поддержку, опору и силы идти дальше, добиваться успеха, потому что всегда есть к чему стремиться. И результаты, конечно, все показывают. 11 ярких концертных номеров, и каждый интересен по-своему. Некоторые зрители не могли устоять перед харизмой артистов и сами выходили на сцену. Жюри представителей разных профессий. Каждый знает толк в творчестве. Это мероприятие не для профессиональных людей, те, кто непрофессионально поет, но талантливо, непрофессионально танцует, но талантливо это делает. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно прошло очень замечательно, и мы увидели новые лица. Это очень важно. Восходящими звездами Лангипаса можно назвать Викторию Рычкову, которая одновременно пела и исполняла цыганский танец. А Ганжина Джангирова удивила зрителей зажигательной лесгинкой. Конечно, было волнение, но оно было не очень сильным, потому что была очень дружная команда, все друг друга поддерживали. Готовилась я очень долго, очень упорно, и мне все понравилось, все было круто. Моя мероприятие было очень интересное, яркое. Мне очень понравилось выступать. Мне аплодировали, я готовилась очень упорно, и помогалась перед выходом, но на самом выступлении мне было уже видно, что я просто зажигала. Ну а кто у свободного микрофона зажигал в этот вечер лучше всех, получили заслуженные дипломы и подарки. Гран-при фестиваля взяла, а залья из Зайна Гуддинова. Сара Тураева, Тимур Дигангиров, телекомпания Лонгипа, специально для телеканала Югра.